Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл, руководитель Лондон Сити Чорч Колин Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан, подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором на углубление познания Бога, личных в взаимоотношении с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Злове и в Духе. Наша тема звучит так – познавая Отца. И особенно сегодня мы с вами поговорим о познании Отца через молитву. Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу как к Отцу во имя Иисуса Христа, ибо Сына. И молитва – это один из самых важных путей или способов, как мы можем когда-либо вообще познавать Бога. Вот это учение сегодня, оно приблизит вас еще ближе к Богу через Его дар молитвы. Здравствуйте! Я приветствую вас на нашем заключительном занятии. Наша тема «Познавая Отца» и во время этой сессии мы с вами будем рассматривать по тему «Отец и молитвы» и увидим практические аспекты того, о чем мы говорили именно в отношении наших отношений с Богом как Аввой, Отцом. И также мы поговорим, какие эти последствия подразумевают и как это относится к более широкому видению Божьего Отцовства для всего мира. Отец и молитва – все, что мы говорили об Авва, о Отце, оно для того, чтобы это привело нас в отношения личные с Ним. И выражение этих отношений в молитве, наверное, это один из самых ясных и четких путей или способов, как мы можем увидеть Его Отцовство в нашей жизни. И мы знаем, конечно, и мы подчеркивали эту мысль в течение всех наших библейских занятий, этой темы, что Отец – это первая личность в Троице, и мы приходим к Нему во имя Сына, второй личности в Троице – силою Духа Святого. Это вот такие наши взаимоотношения с Отцом через Сына, то есть отношения с Отцом через Сына в Духе, это выражается очень характерно и четко в молитве. Обычно, когда Бог называется Отцом в Новом Завете, контекст, он и такой, такой есть обычно, молитва или хвала или поклонение, например. Матфея 5, глава 16, стих говорит об этом так, «Досветит свет ваш перед людьми, дабы они увидели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 6, глава 6, стих говорит вот, что ты же, когда молишься, «Войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, Он воздаст тебе явно». Ефесянам 3, глава 14, стих говорит, «Для этого преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам 4, 20 говорит Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Итак, мы видим, как снова и снова Писание, говоря об Отце, говорит о нем в контексте молитвы или хвалы или благодарения. Это не должно удивлять нас, потому что, где Иисус учил нас своим примером, своим образом жизни в саду Гефсиманском, чтобы обращаться к Богу как к Отцу, это было кульминационной точкой Его молитвенной жизни там, в саду. И это показывает нам, что приближаясь к Богу как к Отцу, это центральная мысль, это центральная суть и основа наших отношений с Богом, что выражается в молитве. Иисус учит нас этому в Евангелии от Луки, 11 главе, с 1 по 13 стихи. Вот здесь Иисус говорит и учит о молитве. И Он учит нас молиться вот так, о молитве, которая обращена к Отцу, и в заключение Он дает приглашение, то есть Он говорит нам, проси Духа Святого, которого Отец хочет дать тем, кто просит. И поэтому это показывает нам, что нам в молитве нужен Дух Святой. Луки, 11 глава, 13 стих звучит так. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный, то Духа Святого, просящим у Него. Итак, стих 13, он же стоит после стихов с 1 по 12, в которых Иисус учит о молитве. И это предполагает для нас, что ключ к молитвенной жизни находится в Духе Святом, что мы не можем по-настоящему молиться или научиться молиться, или приближаться к Богу, как Авва Отцу, без этой силы и способности, которую дает нам Дух Святой. Итак, Новый Завет учит нас тому, что мы можем называть Бога Отцом только Духом Святым, и что мы можем славить Отца только, когда мы наполнены Духом Святым. Галатам 4, 6 говорит о том, что мы взываем к Нему, называя Его Авва Отче. Ефесянам 5, глава 18-19 стихи говорит, исполняйтесь Духом Святым, и в результате вы будете благодарить Бога, петь, воспевать, поклоняться Ему, Отцу, как наполнены Духом Святым люди. В Луке 11, глава 13 стихи, здесь молитва Отцу о Духе Святом, когда мы просим у Него. Это не предполагает, что Дух Святой до того, как мы попросили отсутствовать. Мы приходим к Отцу, прося Духа Святого, не потому, что не было Духа Святого. Это просто обозначает, что Дух Святой, он не является нашим имуществом или собственностью, он не под нашим контролем. Когда мы, когда хотим, позвали или не позвали, очень сильно мы рассматриваем этот момент в нашей теме занятий Меч Духа, говоря об эффективной молитве, и тема познавая Духа Святого, знакомства с Духом Святым. И вся 11 глава с 1 по 13 стихи в Англии от Луки направлена на то, что нам нужно продолжать просить, продолжать молиться, продолжать полагаться каждый день на Его обеспечение в тот день. И нам нужна помощь Духа Святого, чтобы Он ввел нас от общей молитвы, конкретной молитвы, и чтобы мы конкретно просили о конкретной воле Божьей в любой ситуации, какой бы она ни была. И вот так, в Луки 11 глава 13 стих, где Иисус говорит нам в контексте молитвы, что мы должны просить Духа Святого, время грамматическое, глаголов, которые здесь используются, описывает постоянное переживание, то есть это длительное время, непрестанное. То есть там, если мы попробуем так перевести буквально, ваш Небесный Отец, Он продолжает и постоянно хочет, и желает давать, чтобы продолжать давать на вам все время Духа Святого тем, которые будут продолжать и постоянно просить у Него. И вот здесь мы видим желание или готовность Бога, чтобы постоянно и непрестанно изливать Духа Святого на нас, пока мы будем продолжать непрестанно и все время просить Его. То есть это и есть та сила и способность от Духа Святого, который приходит к нам, когда мы отвечаем на Его работу благодати в нашей жизни и просим у Него больше и больше и больше от Него самого в нашей жизни. Некоторые как-то задают вопрос, сомневаясь, спрашивая, как ты можешь просить больше Духа Святого? Ты либо имеешь его, либо не имеешь. Но вы понимаете, ведь он личность, и можно иметь больше личности и меньше от этой личности. Разве не так? Все зависит от того, насколько вы близки. Это термин, описывающий личные отношения. И когда мы продолжаем просить Отца Духа Святого, Он продолжает непрестанно, постоянно давать нам Духа Святого, дает нам больше и больше от Него самого и приближает нас ближе и ближе. Вот эти близкие отношения молитвы. Луки 11 глава с 1 по 13 стихи демонстрирует для нас, что христианская молитва, это молитва обращается, которая ко всей Троице. То есть молитва Отцу через Сына в Духе Святом. То есть молитве мы обращаем свое лицо к Отцу. Мы имеем отношение с Ним, но мы можем это сделать только, когда мы приходим к Нему через Иисуса, который учит нас, как молиться. И также наша способность молиться сама по себе является даром в Духе Святом и от Духа Святого, как ясно и четко говорится об этом в Ефесянам 2, 18. Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Давайте мы посмотрим каждый из этих элементов в молитве. Во-первых, наша молитва обращена к Отцу. И мы с вами видели это, говоря вот на этих занятиях, на тем познавая Отца, мы с вами видели, что Отец должен быть первичным, основным фокусом нашей молитвы. Наша молитва, хвала, благодарение, благодарность, прославление, все, что мы делаем. Конечно, иногда, но направлено к Иисусу и к Духу Святому, потому что они же тоже являются Богом. Они разделяют и естество, и характер, и природу Бога, и равным образом заслуживают и хвалы, и поклонения. Мы поклоняемся и хвалим и Отца, и Сына Святого Духа. Но вообще все это движение жизни Божьей, как Отца, как Искупителя, имеет своим источником и своей целью Отца. Отец инициирует творение, Отец инициирует искупление, и Отец также доводит все эти вещи до конца, в полноте. Поэтому цель нашей жизни в общем и в целом, и наша молитва в конкретном понимании, направлены к Отцу. Сын и Дух Святой, они от Отца и для Отца. Но основная и главная цель молитвы такова, чтобы познакомить нас с Отцом и чтобы утвердить нас в этом общении с Ним. Итак, дальше поговорим о том, что и в этом заключается основная цель Евангелия. Большая часть нашей молитвы должна быть должным образом обращена к Отцу Евангелия, но для того, чтобы познакомить нас с Богом Отцом через Бога Сына, Духом Святым. Поэтому наши молитвы в основном должны быть направлены или адресованы Отцу. Вот здесь, я думаю, многие люди, они недопонимают. Я не говорю, что никогда или нельзя молиться Духу Святому или Иисусу, но в библейском контексте, вероятнее всего, я думаю, нам необходимо, принимая Духа Святого и общение, которое приходит с Духом Святым, направлять свою молитву во имя Иисуса к Отцу. Мы не можем молиться Отцу без Сына, без Духа Святого. Иисус, Он ведь учит нас молиться, а воочи, а Дух Святой, Он вдохновляет это внутри нас. И все-таки, несмотря на все это, многие верующие большую часть своих молитв обращают к Иисусу, и это предполагает, что у них есть неполное понимание Евангелия и Отца. Если мы молимся только Иисусу, как вот привычно, как привычка, мы пренебрегаем истиной, что Иисус пришел, чтобы показать нам путь к Отцу. Мы должны задать себе вопрос, сосредоточены ли мы на воплощенном в теле человека Сыне, потому что, что мы думаем, что Бог, по сути, Он такой вот высокий, превосходящий все, Бог, который где-то там, за пределами досягания, к Нему нельзя приблизиться, Его нельзя познать. Нужно спросить, почему мы держимся за эту идею доброго и нежного Иисуса, потому что мы думаем, что Отец и Его гнев, Он всего лишь сдерживается каким-то образом, Он все еще от нас отдален и злится или гневается, и только Иисус может, вот знаете, вот так вот встать между нами и Отцом и защитить, или разве не стоит нам признать тот факт, что ведь это Иисус, ведь Он познакомил нас с Отцом, и наши отношения направлены к Нему во имя Иисуса, Отцу. Понимают это верующие или нет, когда они в основном молятся Иисусу, вместо того, чтобы молиться через Него, то есть молятся Иисусу, а не через Него, или молятся в основном Духу, а не в Духе, таким образом они бросают тень сомнений на свои личные отношения с Отцом. Вы знаете, это вопрос не только того, чтобы, знаете, соблюдать, как это правильно назвать, соблюдать протокол. Вопрос здесь даже не в какой-то семантике, то есть говоря о языковых каких-то тонкостях, вообще это вопрос сердца и сути самого Евангелия. Как мы с вами и видели Евангелие, это Евангелие Отца. Через Христа мы примиряемся с этой бесконечной вечной любовью, которой является Отец. Если мы забываем об этом, мы всегда тем или иным образом будем под влиянием страха. Но если мы постигнем и поймем, что конечной целью Евангелия было, чтобы мы имели отношения с Отцом личные, и мы осознаем и понимаем, что мы примирились вот в этом Евангелии с Отцом, тогда мы знаем, что мы можем приближаться к Нему с уверенностью и с вот таким восстановленным естеством того, что приходит, когда мы живем в Его совершенном и добром мире, в Его воле. И когда мы приближаемся, мы ценим это, мы постоянно приближаемся к Отцу в молитве. Таким образом, Иисус же постоянно говорил об этом, просите Отца во имя Мое. О да, Он говорил, просите у меня до сего, вы не просили ничего, а теперь просите у меня, и все, что вы попросите, я это сделаю. Да, 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 но ведь это прошение звучит в контексте того, что Сын приходит к Отцу, и мы приходим к Отцу в Сыне. Это потому, что Сын является нашей связью с Отцом. Мы же не смотрим только на связи. Мы берем эту связь и присоединяемся через нее к отношениям с Отцом. И это происходит только, когда мы живем в откровении об этом Духа Святого, что мы можем приближаться к Богу, и мы имеем эту способность приближаться к Нему в молитве, как к Авва Отцу. Итак, наша молитва, она направлена, по сути, к Отцу, и в базовом, и в основном понимании этого слова. Но делаем мы это через Сына. Иисус, Он посредник перед Отцом за нас. Иоанна 16, стихи 26-28, говорят об этом так. В тот день будете просить во имя Мое. Будете просить у Отца во имя Мое. И я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, или буду молиться Отцу о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Вы видите значимость вот этого, Его слов? Иисус говорит, просите во имя Мое, но просите Его во имя Мое, Отца. Я не буду сейчас говорить вам вот так. Просите у Меня, а я пойду у Него попрошу, потому что Он Сам любит вас, потому что вы возлюбили и приняли Меня. 28-й стих. Иоанна 16, 28. Я исшел от Отца и пришел в мир, опять я покидаю мир и иду к Отцу. И здесь мы видим Иисуса, того, который посредник перед Отцом за нас. Я хочу, чтобы вы понимали, в принципе, есть две базовые категории посредничества или медиации. Нам нужно четко понимать, а какое посредничество осуществляет Иисус. Потому что есть первый вид, это эксклюзивная медиация или посредничество. Что это происходит при этом? Когда, например, ты приходишь к какому-то большому начальнику, там скажем, к президенту огромной международной корпорации, но дойти тебе позволят только до секретарши. И секретарша останавливает тебя прямо там у двери. И ты говоришь, ну, я хочу встретиться с боссом. И секретарша говорит, подождите здесь. И секретарша оставляет вас там у дверей, прямо перед носом. Эту дверь закрывает перед вами и заходит туда, в кабинет большого начальника и возвращается с посланием, сообщением от него или ответом. Вы не сможете встретиться с ним лично, вы должны делать это через меня. Вот это эксклюзивная медиация или посредничество. Иисус, он не такой посредник. Иисус не останавливает тебя у двери, которая ведет в тронный зал, чтобы сказать, вот здесь вот подожди, дальше тебе нельзя. Ты туда не зайдешь, я лучше пойду вместо тебя. Чего ты хочешь? Хорошо, вот пять вещей я запишу. И вернись через полчаса, и я дам тебе ответ. Проходит там 45 минут или проходит час, и Иисус выходит, возвращаясь, он вытирает вот так лоб свой вспотевший и говорит, да, у меня это получилось, наконец-то. Вот, держи, теперь долго еще не приходи, потому что это была слишком большая просьба. Вот это я бы назвал эксклюзивным посредничеством или медиацией, но мы не так молимся. Мы не так молимся. А вот как мы молимся. Мы приходим к Отцу через Иисуса. Мы приходим, мы стучимся в дверь тронного зала, Иисус открывает дверь и говорит, добро пожаловать, Отец уже ждет тебя, заходи, давай я отведу тебя к Нему. Вот это я называю инклюзивным посредничеством или медиацией. Эксклюзивная медиация, это когда посредник, медиатор, идет и заходит вместо нас туда, куда нам нельзя зайти, и делает вместо нас то, что мы не можем сделать. А инклюзивное посредничество или медиация, когда посредник заходит за нас и показывает, чтобы мы могли за ним последовать и сделать то, чего мы не могли делать раньше. Поэтому, служение Иисусу в молитве не означает, что Он идет к Отцу вместо нас, потому что мы не можем приблизиться к Отцу сами. Нет, нет, наоборот. Иисус, Он, как первопроходец, открыл путь к Отцу для нас, чтобы мы могли пойти к Отцу вместе с Ним. Давайте я это проиллюстрирую вот таким образом, ну, в другом контексте. Вот сейчас то, что я скажу, я не имею в виду, что я сейчас с презрением отношусь к другим взглядам на эту тему в других каких-то динаминациях христианской церкви. Но существуют такие случаи, когда некоторые люди учат тому, что ты не можешь по-настоящему приблизиться к Иисусу сам, потому что Он злой. Он такой очень строгий Иисус, поэтому тебе нужно обратиться к кому-то еще. Некоторые люди даже учат, что нужно обращаться к святым или ангелам или Марии. Ты не можешь напрямую к Иисусу пойти. Иди к Марии, потому что вот она Его увидит, Иисус, она Его уговорит. Иди к Его Матери. Это неправильное понимание Иисуса. Разве не так? Мы приходим напрямую к Иисусу. Но бывает, что мы критикуем, например, римскую католическую церковь за такое вот учение или доктрины. А мы, как евангельские харизматы, а у нас какое учение? Давайте посмотрим, что мы говорим людям. Иди к Отцу. Или мы говорим, нет, нет, Отец, Он далеко, Он на расстоянии, Он злится, Он гневается, Он Бог гнева. Обращайся к Иисусу, Он Бог любви. Иди к Иисусу. Каждый раз проси. Если Ему нужно в чем-то Бога Отца убедить, Он это сделает. Но ведь Евангелие, оно ведь не такое. Евангелие, оно такое, что Иисус, как посредник между Богом и человеком, Он тот, кто берет за руку нас, берет нашу руку, руку человечества и вкладывает ее в руки Отца, потому что Отец послал Его, чтобы Он именно это сделал. Он сказал, сын, иди, приведи их. Я хочу с ними встречи. И сын отвечает, я сделал это, вот, Отец, вот они, вот их руки. Иисус, Он не берет Бога, который не хочет Его руку, силы, разжимает пальцы и говорит, давай, бери. Иисус и есть протянутая рука Бога, открытая рука. И поэтому служение Иисуса в молитве не означает, что Он идет к Отцу за нас, потому что мы не можем приблизиться к Нему сами. Но Иисус, Он, как первопроходец, как пионер, открыл путь к Отцу для нас, чтобы мы могли пойти к Отцу, к Богу, вместе с Ним. Мы не приходим к Отцу сами по себе. Но мы действительно сами приходим к Отцу с Сыном и через Сына. Мы видим эту идею. Это инклюзивное посредничество в Евреям, 4 глава 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и приобрести благодать для благовременной помощи». Это означает, что молитва – это не то, что мы делаем, знаете, сами по себе, своими силами. Нет, мы делаем это благодаря Иисусу, через Него, в Нем и с Ним так, чтобы в Духе Святом прямое, лицом к лицу общение было утверждено с Отцом, чтобы мы лично могли выразить Ему свою благодарность, хвалу, свое ходатайство и все остальные формы или виды молитвы, которые мы детально рассматриваем в нашей теме «Эффективная молитва» серии занятий «Меч Духа». Вот такого рода посредничество, очевидно, имеет огромные последствия или эффект для того, как нам служить и молиться. Если посредничество Сына включает нас, а вместо того, чтобы исключать нас, какое право тогда мы имеем служить людям и молиться за них так, как будто бы наше служение является эксклюзивным? Нам нужно следить за этим, например, что когда мы стоим перед людьми, мы, чтобы не стояли между ними и Богом, но чтобы мы воодушевляли их приходить к Отцу самим. Поэтому, когда кто-то приходит к нам, чтобы мы за них помолились, мы должны проследить за тем, чтобы мы молились вместе с ними, а не вместо них. Если мы чем-то, как исцелением, например, служим людям, нам нужно не вместо человека, а делать что-то, разбираясь с проблемой. Вместо этого надо возгревать веру внутри этого человека, чтобы они могли принять свое исцеление напрямую, как личный дар от Отца. Я думаю, что большинство вот таких неправильных вещей, когда людей ставят как идолов на пьедесталы, вот такое христианство суперзвезд, оно существует и присутствовало очень распространенно в харизматичных кругах, оно основывается на неправильном понимании служения посредничества Иисуса Христа. Мы не должны говорить такие вещи, давай я помолюсь за тебя лучше, и нужно сказать, давай я помолюсь вместе с тобой, давай вместе помолимся, потому что если ты говоришь, дай мне помолиться за тебя, ты предполагаешь, вот я сейчас помолюсь так, чтобы Бог услышал меня, Он не слышит тебя, поэтому мои молитвы лучше, чем твои молитвы. Вот такого рода мышление подрывает уверенность человека в Отце и передает ложное впечатление о Боге Отце. Но Иисус не так говорит об этом. В Иоанна 16, 26-27 Он говорит, в тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, «Ибо Сам Отец любит вас». Очень важная часть нашего понимания молитвы и служения. Вот почему. Это должно помочь нам понять, почему Иисус такое ударение ставит на молитве согласие. Это Матфея 18, 20 стих, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть здесь не один человек, который имеет такую открытую горячую линию к Богу, твой любимый служитель. Человек, который является пророком, Божий мужчина или женщина, Божьи силы, в данный час все за тебя они сделают. Все, что нужно помолиться за тебя, ты отправляй свою футболку, свой свитер, чтобы они помолились и тебе потом отправились, на что их молитва сильнее, чем твои. И я не смеюсь и не издеваюсь сейчас ни в коем образом над теми, кто очень мощно и сильно служит во имя Иисуса. Поймите это, слава Богу, что есть люди, которые ищут Божьего лица, поднимаются на эти высокие уровни ходатайства, которые служат благословением для многих. Но тот же уровень ходатайства открыт для всех желающих. Давайте я вот так это выскажу вам. «Научись выкапывать свой собственный колодец, чтобы ты мог черпать воду сам». Иди напрямую к источнику. Это не значит, что нам не нужны люди, которые бы молились за нас, или бы говорили нам пророчески, лично, в нашу жизнь, и возлагали руки на нас, когда мы болеем. Так часто, друзья мои, ты можешь молиться за другого, и тот исцеляется, но Бог не исцеляет тебя, когда ты молишься за себя. Да, иногда так происходит, потому что Бог этим хочет сказать. «Я хочу, чтобы ты понимал, это тело, большое общее тело. Попроси кого-то помолиться за тебя. Это не потому, что ты не можешь сам за себя помолиться, но Бог хочет использовать все тело, использовать твоих братьев и сестер, чтобы они послужили тебе. Все это является частью того, что мы часть одного тела. Но это совершенно не относится к тому, что как будто бы у тебя нет отношений с Богом, или у тебя нет доступа к Богу. У всех у нас есть равный доступ к Нему верой через Духа Святого. Поэтому вот здесь мы видим, что молитва обращена к Отцу. Мы обращаемся в молитве к Отцу, через Сына, и делаем это в Духе Святом. Мы приходим, чтобы молиться в Духе Святом. Там, где написаны такие вещи, например, Ефесянам 6, 18, молясь во всякое время Духом, здесь не говорится о конкретной форме молитвы, там, на языках или интенсивная форма ходатайства. Здесь говорится о всякой молитве. Всякая молитва – это молитва в Духе. Вся молитва, она в Духе происходит молитва. Это то, что мы не можем сделать это своими силами, своими какими-то переживаниями или способностями. Нет, это то, что делает человек, это действие, которое получает свою силу и способность и направление, когда это происходит в вечных взаимоотношениях между тремя личностями Бога. Вы не знали, да, что это такое? А вот, что такое молитва? В Духе Святом ты полностью остаешься собой, но ты используешь слова, которые Дух Святой помогает тебе дать или высказать Богу, и Он ходатайствует за тебя. Мы видим, об этом говорится в молитве «Оченаш». И также я разбирал молитву «Оченаш» в теме «Эффективная молитва» на библейских занятиях серии «Меч Духа». Вы уже, наверное, заметили, как молитва «Оченаш» настолько радикальной является. Она не была настолько радикальной по содержанию, но больше в том, как она была обращена к Богу как Отцу. Фактически, то, что стоит в начале молитвы «Оченаш», очень тесно связано с еврейскими молитвами, которыми молились во Дне Иисуса. Вот эти вступительные фразы очень похожи на распространенные молитвы, которыми молились в конце проповеди в синагоге, когда поклонялись имени Бога и говорили о пришествии Его Царства. «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Это Матфея 6, 9. Итак, Иисус взял за основу эту общепринятую форму молитвы, показывая, что Он не отвергает еврейских корней. Но, кроме этого, Он также принял эту молитву, обновил, поднял на более высокий уровень, показал, что Отец Бог, имя Которого святится, и что Бог, чьи Царства придет, Он наш Отец. Вот этот подход, наш Отец, Отче наш, радикально трансформирует молитвенную жизнь этих людей, к которым Он обращался. Иисус также использовал современный язык разговорный, потому что эта молитва в оригинале прозвучала на арамейском языке, а не на официальном святом языке иврита, который был языком Бога поклонения. В те дни это показывает нам, что Отец, к Нему можно обращаться обычным, повседневным разговорным языком, и это не будет фамильярностью. Он живой Бог сегодня, не какой-то отдаленный Бог, к которому нужно приближаться, используя какие-то странные и, в кавычках, святые подходы, говоря о религиозных ритуалах. Он Бог близкий к нам, Он приходит к нам, и хотя мы чтим Его как Отца всего творения, и мы чтим Его, Его Святое Имя, мы святим, тем не менее мы приближаемся к Нему, Яхвиллухим, как к Своему Отцу. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее учение на тему «Познавая Отца». И я молюсь, чтобы вы, которые сегодня нас смотрели или слушали эту программу, как и все остальные программы, чтобы Бог приближал вас ближе и ближе к Своей любви, чтобы вы по-настоящему реально могли познавать Отца. В следующий раз мы с вами вернемся, мы продолжим разбирать эту тему серии «Меч Духа. Познавая Отца, Бог да благословит вас». Бог за просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok